всем привет мои хорошие с вами Айка Эмили и сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшие просто креветки в томатном остром соусе они были кстати огромные почему они так уменьшились в процессе жарки я не знаю это королевские креветки еще здесь лапша здесь у нас кусочки вот кусочки картошки вы не представляете как это вкусно это просто обалденно вот эти креветки ребята сегодня я конкретно понервничала из-за своей одной подписчицы кто подписан на мой инстаграм тот уже давно в курсе про что идет речь что за тема все в курсе а если нет я вам сейчас расскажу прежде чем рассказать я хочу сказать огромное спасибо всем тем кто поддерживал меня кто писал там комментарии огромное вам спасибо мне безумно приятно в общем есть одна девушка ее зовут зарина по моему алиева царема в общем этот человек на протяжении долгого времени постоянно отвечает на мою историю пишет что-то негативное я сначала не обращала внимание но потом человек не успокаивается дальше она пишет все отписка фу на тебя невозможно смотреть и опять же ничего не отвечая я читаю ничего не отвечая зачем мне тратить время нервы своим я могу ответить какому-то доброму хорошему человеку солнышко выгляну как не в тему в общем под каждым видео какая бы группа что не выкладывала про меня начинается вот этот понос оскорблением там она меня назвала курицы курицы это еще самое знаете приятное а у человека ребенок там фотографии с ребенком с мужем ладно вы знаете с фейк аккаунта писала везде абсолютно оскорблением подождите давайте окошко закроем вот давайте так а то как-то некрасиво получается в общем смотрю я я ее уже знаю проблема в том что я ее уже знаю потому что под каждым видео в какой-то группе она пишет негатив каждый раз мне пишет отписка а потом продолжает меня смотреть я смотрю до сих пор на меня подписано хотя уже раза три написала отписка ты меня достала фу как я понервничала из-за нее господи я просто спросила у человека вот что я конкретно плохого вам сделала за что вы меня так не навидите не понимаю таких людей последнее время мне в рекомендациях постоянно выходят летсплеи с симсом и когда я вижу я так расстраиваюсь блины настолько хочу закачать эту игру с другой стороны боюсь мой брат говорит что в такое-то время когда не знаю магазины не работают у нас реально нигде ничего не работает вот завтра говорит полетит у тебя windows ты скачаешь какую-то игру например с вирусом что ты потом будешь делать программа монтажа например полетела а дальше что делать работать как-то надо не знаю видео как-то снимать надо поэтому я думаю купить а другой компьютер мощный какой-то для симса мама готова тоже не ребенок тоже взрослая не знаю зачем тебе какие-то игрушки и так далее но блин не так хочется это просто не передать словами насколько мне хочется поиграть в симсом и каждый раз когда вижу летсплей мне как там хреново становится честно я думаю про себя айка ты блогер у тебя большая достаточно аудитория почему ты не умеешь элементарные вещи скачать программу с интернета игру а еще я сегодня снимаю для вас влог не знаю вы лучше или нет скорее всего думаю да какие креветки вкусные я по большому счету если честно да уже как то с таким страхом как раньше коронавирусу не отношусь может быть нам суждено всем переболеть я не знаю я просто вообще не смотрю новости вообще я думаю все равно там везде говорят почти одно и то же зачем себя расстраивать лучше сижу себе на попе ровно как мне брат говорит меньше знаешь крепче спеша вы не представляете как это вкусно очень вкусно я смотрю какой-то развлекательный контент стараюсь как-то интересно проводить свое время дома снимать что-то монтировать креветочки вообще бомба а это куриные яйца очень вкусно ребят это просто очень вкусно просто посмотрите вообще впредь я буду покупать креветки только очищенные реально невыгодно получается мама довольно много кстати перца добавила совсем не чувствуется все в меру не могу сказать что вообще перца нету но кушать можно а еще и сегодня смотрела интервью иосифа пригожего это тот что муж валерии передача называется алена блин кому интересно тоже загляните посмотрите он так грубо высказывается насчет вообще состояния то что все уже становятся блогерами кто будет на заводах пахать плохо выражается про лгбт да и вообще знаете как-то очень агрессивно настроен по отношению вообще к людям по отношению к молодежи единственное что мне в нем понравилось я посмотрела интервью то что он к своей семье к валерии относится очень хорошо то есть он горой стоит за них вот этот мне понравилось а у кого будет время зайдите посмотрите интересно подсела я найти интервью опять же я не могу ставить перед собой и просто чисто смотреть я вот делала порядок все в шкафу во влоге вы увидите и вот процессе этого я как бы смотрю не то что смотрю я как радио слушаю мне где-то телефончик лежит или компьютер например да и делаю свои дела и слушаю очень вкусно честно его большинство высказываний вообще мне не понравились он вообще противоречит сам себе знаете такой злой на весь мир а все почему потому что молодежь теперь выбирает других кумиров он наверное хотел чтобы валерия до конца своих дней была звездой и все обожали ее я считаю что у каждого человека есть свое время даже вот сейчас я снимаю мукбанки да может 3-4 года будет никто не будет меня смотреть и это нормально и на это нельзя обижаться это просто жизнь ты не можешь быть вечно на вершине то есть это просто нереально элементарно помните рау файк у них был какой-то хит или элджей одно время он был настолько популярный из не знаю из любого утюга включишь там элджей пел сейчас не знаю джонни там эльман то есть проходит время и кумиру тоже меняются и нужно к этому как-то спокойно мне кажется относиться и так что уй да кто они такие они петь не умеют они все придурки дебилов или например ольга бузова я знаю многие сейчас не согласятся со мной что типа у нее нету таланта и все такое ребят люди ее любят и этого достаточно чтобы быть певицей людям нравится то что она делает как она поет мне лично мне лично нравится я слушаю ее песню или дава если мне блогер например вообще не нравится я просто его не смотрю например моя антипатия вам так скажу из дома 2 оля рапунзель вообще мне не нравится очень не нравится и вообще не понимаю то есть я не сижу и не строчу ей оскорбления плохие комментарии я просто не не подписана те страницы которые делятся ее фотографиями и все в общем было очень вкусно спасибо что досмотрели это видео до конца я всех очень сильно люблю с вами лайк и мире пока